Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Арт-резиденции, профильные школы и каворкинги в Югре создадут образовательную базу в сфере креативных индустрий. Письма, рисунки и сладости. Сургутские второклассники отправили медикам красной зоны посылки благодарности. Добро пожаловать или без QR-кода вход воспрещен. В Ханты-Мансийске проверили, как в гостиницах соблюдают противоковидные правила. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре стартовал шестой гуманитарный форум гражданские инициативы регионов 60-е параллели. На него зарегистрировалось больше полутора тысяч участников, экспертов и активистов из разных регионов и стран. Форум открылся с пленарного заседания, в котором приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона представила на суд экспертов два крупных окружных проекта. Это «Неделя добра» и конкурс на грант-губернатора. Например, за три года работы гранта на поддержку некоммерческого сектора из окружной казны направили 445 миллионов рублей. Грант губернатора был полностью переведен в электронный формат. На наш взгляд, это существенно повлияло на снижение административных барьеров и, возможно, не очень удобных условий вхождения в конкурс. Грант губернатора сократила время и издержки на оформление отношений, включая выплату, собственно говоря, гранта, и простимулировала создание потока новых проектов и новых участников. Гражданское общество, как известно, это общество высокой самоорганизации, и гражданские активисты, как правило, предлагают нестандартные подходы к решению известных проблем. Они острее их чувствуют, они достаточно свободны для того, чтобы экспериментировать. И вот форум становится такой традиционной площадкой для этих экспериментов, обмена опытом, и на сегодняшний день это действительно уже выработка инструментов оценки эффективности. Добавлю, в программе запланировано более четырех десятков мероприятий. Это семинары, практикумы, лекции и презентации. Они пройдут как вживую, так и онлайн. События будут разделены на тематические треки. Каждый посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях развития гражданского общества. Основа устойчивого развития Югры – это развитое, сильное гражданское общество с высоким уровнем креативного мышления и высокой открытостью к инновациям. Это основное, что позволяет двигаться вперед, меняться в этом изменчивом мире и при этом оставаться эффективными. Оставаться дружественными к природе и ориентированными, безусловно, на человеческие ценности. В Югре полтысячи предпринимателей получили поддержку на свою креативную деятельность. В этом году об этом говорили на заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Губернатор Наталья Комарова отметила, что наиболее востребованной среди предпринимателей остается образовательная поддержка. С начала года ей воспользовались 214 человек. Кроме того, окружное правительство утвердило план по развитию креативных индустрий до 2025 года. Будет создана система образования в сферах креативных индустрий. Для этого в Югре создадут необходимую инфраструктуру, такие как арт-резиденции, профильные школы и каворкинги. Уже сейчас на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» создан Центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства. Именно он оказывает предпринимателям необходимую поддержку. Создана база образовательных программ специально для креативных предпринимателей. Мы не считаем это лишним. Напротив, мне кажется, судя по данным, воздействованность высокая. Так вот, содержится в этой базе 50-50 онлайн-курсов по последним направлениям. Самое востребованное, действительно, это образовательная поддержка. 8 направлений, 70 онлайн-курсов. Основные направления – это маркетинг, основа создания бизнеса, бизнес-планирование очень важное, сопровождение бизнеса, его в различных стадиях жизненного цикла. Это очень востребовано, потому что стартануть очень легко, а дальше продвигаться – это очень важно. И состретать внимание именно на сопровождении таких проектов. В Югре откроют ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО. Речь о тех, кто работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект вошел в число победителей гранта губернатора для физических лиц. Авторы идеи – активисты регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование». На развитие они получили 4 миллиона рублей. В течение двух лет здесь будут готовить экспертов по доступной среде и квалифицированных сурдопереводчиков. Кроме того, югорчан научат создавать свои проекты и заявляться на региональные и федеральные гранты. К слову, победителями конкурса для физических лиц в этом году стали 35 проектов. Сумма грантов составила более 6,5 миллионов рублей. За последние два года эксперты поддержали 52 инициативы, направленные на работу с людьми с инвалидностью. На общую сумму – 42 миллиона 400 тысяч рублей. Гранты президента получили 75 проектов на сумму 75 миллионов 700 тысяч рублей. В феврале откроют. В Сургуте завершается строительство второго блока девятой школы. Корпус будет рассчитан на 550 мест и заниматься в нем будут дети начальных классов. Сегодня объект посетил глава муниципалитета. В данном образовательном учреждении город очень нуждается. В составе комиссии находилась и наша съемочная группа. Какие работы уже выполнены и что осталось завершить, узнаете в следующем сюжете. Остались лишь внутренние работы. В Сургуте завершается строительство нового блока девятой школы, расположенной на улице Крылова. По заверениям подрядчика, строительство завершено на 88%. Сдача объекта намечена на февраль следующего года. В данной школе 22 класса начальных, 4 компьютерных класса, 2 лингофонных, 6 групп продленного дня, медицинский блок, 2 спортивных зала, пищеблок, там уже выполнена отделка из-за отделенного оборудования, бассейн. В связи с тем, что это начальная школа, бассейн небольшой, 6 на 10, в том числе в части доступной среды. Я еще раз хочу обратить внимание всех, кто заходил в школу. Вы, наверное, заметили, что нету большого крыльца. Сделано все для того, чтобы дети могли с комфортом, а главное, безопасно заниматься изучением школьных предметов. Объект возводится в рамках концессионного соглашения. Общая цена проекта оценивается в 1 миллиард рублей. Это концессионное соглашение позволяет привлечь инвестора со своими деньгами, которые в сегодняшний момент вкладывают, а получают в определенные периоды времени. Да, безусловно, он формирует стоимость денег, проценты за кредиты. Это получается немного дороже в моменте, но самое главное, мы получаем для города объект. Я считаю, что, безусловно, этот инструмент абсолютно адекватен, принимаем их решение, когда необходимо реализовать сразу множество объектов. Срочность возведения подобного объекта высока. Запрос на образовательные учреждения в Сургуте только растет. Находящаяся по соседству школа перегружена почти в два раза, и новый объект должен сократить эту нагрузку. А поможет в этом только концессия. В настоящий момент, по данным соглашениям, в городе возводится несколько объектов. У нас пять школ, по трем школам у нас работа и пошаговая работа ведется. По двум школ конституционер принимает решение, наверное, на отказ, как я понимаю. Это его право конституционное. Он пока с нами не обязан никакими обязательствами. Там есть процедура расторжения. Но мы точно будем перехватывать или формировать новые конституционные предложения. Там есть этапы, когда можно пересмотреть наши отношения. Как рассказали в департаменте образования города, после завершения строительства дополнительного блока девятой школы там сформируют 20 новых классов. Пока же ученики посещают соседние образовательные учреждения. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Слова поддержки в красную зону отправили учащиеся с Ургутской начальной школы «Перспектива». Так они решили поддержать медицинский персонал, который трудится в ковидном отделении. Идея написать письма со словами благодарности и поддержки пришла учителю второго класса Марине Халиулиной прямо во время урока. Темой занятия была доброта. И рассуждая, какие хорошие дела могут сделать восьмилетние дети, педагог предложила поддержать врачей красной зоны добрым словом. Ребятам идея понравилась, и они с энтузиазмом приступили к написанию писем. Дети отнеслись к этому с творчеством, написали очень хорошие, трогательные, добрые письма. Затем откликнулись родители. Я обратилась к родительскому комитету и сказала, ну давайте как-то поможем, поддержим наших врачей. И тогда родители сразу же откликнулись на мою просьбу. И мы купили кофе, чай, вкусные, сладости разные. И запаковали каждое письмо в красивый конверт. Дорогие врачи, я очень благодарю вас за то, что вы каждый день спасаете жизни людей. Я понимаю, какая у вас сложная и нужная работа. Благодарю вас за все. Акция «Врачам с любовью» нашла большой отклик среди других классов школы «Перспектива». И сейчас врачи получили третью, но не последнюю посылку с письмами. Здравствуйте, это вам подарок от детей школы «Перспектива». Ребята писали письма с пожеланиями и словами поддержки для вас и для всех, кто в красной зоне работает. Они у нас все сохранены, все письма перечитывают. У нас была планерка общая, очень приятно. Красивые рисуночки, все на тематику, на медицинскую тематику. Были комичные рисунки, все посмеялись от души. Но это было очень приятно. И незабываемые впечатления на нас произвело это все. Спасибо вам огромное. А теперь к событиям, которые югорчане обсуждают в соцсетях. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Югре превысил 50%. Об этом говорили на создании регионального оперштаба по COVID-19. Этот показатель напрямую зависит от двух факторов – количество переболевших и числа вакцинированных. Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, первый компонент препарата в регионе получили уже 814 тысяч человек, второй – 739 тысяч. Лучшие показатели по иммунизации населения от COVID-19 отмечены в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кандинском, Белоярском районах, а также в Сургуте и Югорске. В Югре стартовала школа для блогеров и волонтеров. Креативная молодежь региона получила возможность прокачать свои знания о Югре и создать медиапродукт нового формата под руководством опытных экспертов. Серия семинаров с участниками мероприятия стартовала со знакомства с историей округа. По словам эксперта медиашколы, такие проекты способны не только познакомить югорчан с историей своего края, но и привлечь туристов в наш регион. Напомню, ранее губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула необходимость создания на основе исторических открытий в нашем округе современного мультимедийного контента. Югра и Ямал получат четырехполосную трассу на Тюмень. Реконструкция магистрали Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск продолжится. Об этом на совещании с руководством Федерального дорожного ведомства заявил полпредпрезидент России ВОРФО Владимир Якушев. Представитель отметил, что сегодня дорога между Тюменью и Тобольском уже увеличена до четырех полос, но трассу нужно расширять и дальше на север, в сторону Югры и Ямала. Добавлю, что шоссе, связывающее нашу регион и Тюменскую область, ранее капитально отремонтировали. Однако оно так и осталось двухполосным, что часто привоцирует ДТП. По новой дороге к Новому году в Сургуте все-таки успеют открыть самую долгожданную магистраль к концу декабря. Улица 1ЗС соединит густонаселенный район Сургута с объездной дорогой. Напомню, еще в ноябре строители перенесли сдачу объекта на следующий год, но вчера на оперативном штабе по строительству администрации Сургута стало известно, что объект готов на 100%. Осталось уладить небольшие документальные вопросы и дорогу можно будет открывать. Александр Гребешок, директор управления капитального строительства Сургута, заверил главу города, что по новой дороге можно будет проехать уже в декабре. Андрей Филатов, в свою очередь, поручил Департаменту городского хозяйства оперативно найти подрядчика на обслуживание нового объекта. Отмечу, что средства на содержание данной проезжей части уже заложены в бюджет на следующий год. Мы фиксируем для горожан, что в этом году дорога сдается городу, она готова к эксплуатации. СМР закончен, идет оформление документации приемки. Следующий этап – это, безусловно, содержание, то, что у вас в порядке. То есть мы в этом году ее забираем, и в этом году вы организовываете так, чтобы по ней можно было проехать. Мы берем такие обязательства. В Сургутском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 8 часов утра на 230-м километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1977 года рождения, выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с большегрузом DAF под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший был жителем Ноябрьска. За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 212 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Это самое маленькое число вновь заболевших за последние два месяца. В Нижневартовске 58 положительных тестов, в Урай – 33, в Сургуте – 21. На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки УРВИ, в 25 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков сейчас находится 12 929 пациентов. Состояние 135, врачи оценивают как тяжелое, 97 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем, за сутки в Югре от коронавируса вылечились 256 человек. В Нягоне первый компонент вакцины против коронавируса получили уже больше 27 тысяч человек, при населении чуть меньше 60 тысяч. То есть почти половина всех жителей. В городе работает несколько прививочных пунктов, благодаря которым удалось достичь такого процента вакцинированных. Помимо этого, что немаловажно, для жителей, которые относятся к маломобильным группам, а также для нягоньцев старше 65 лет, организовали вакцинацию на дому. Заявки формируют по телефону. Позвонить могут сами пациенты, их родственники, а также лечащий врач. К слову, на появление нового штамма коронавируса в России, местные медики также обратили внимание и уверены, что при всей малой изученности свойства микрона, привычные меры профилактики должны соблюдаться неукоснительно. Мы продолжаем прививаться и носить средства защиты. Маски, перчатки, пользоваться антисептиками. Это самое главное. То, что сейчас по микрону, мнения ученых расходятся. Сейчас только пока что известно, что в нем очень много мутаций. А к чему они дальше приведут, эта разновидность коронавирусной инфекции, пока непонятно. Так что продолжаем жить дальше, защищать себя, как защищали, не паниковать. Прививочки пока помогают. Гостиницы окружного центра готовятся к новогоднему наплыву туристов. Причем речь идет не только о праздничном убранстве. Сейчас во время пандемии туристы особенно беспокоятся за свое здоровье и потому более тщательно выбирают, где остановиться. Однако в Ханты-Мансийске к этому готово. Гостиницы соблюдают все предписанные меры безопасности и уже ждут гостей. Подробнее об этом расскажет Михаил Кичигин. В службу муниципального контроля поступил звонок. Обеспокоенный гражданин заявил, что в гостиницах Ханты-Мансийска пренебрегают правилами заселения гостей в период пандемии, а именно не спрашивают QR-коды. Проверить соблюдение предписания губернатора отправили сотрудники городской администрации. Регулярные проверки проводят с мая этого года. Мы проверили и эту гостиницу, и проверили распоряжение. Согласно распоряжению, гостиницы могут заселять сегодня гостей, имеющих либо QR-код, либо ПЦР-тест, либо справку о том, что человек недавно переболел ковидом, и у него есть медотвод о том, что ему не нужно делать вакцину. Соответственно, мы проверили и факт, он не подтвердился. Да, действительно, гостиница, которая разместила гостей, они не спрашивали QR-код, но гости подтвердили свою безопасность тем, что предоставили ПЦР-тест. По результатам проверки нарушений не обнаружили. Сотрудники гостиницы обслуживают гостей в масках, а на входе у посетителей замеряют температуру. Также заселиться в номер можно только после предъявления паспорта и QR-кода. Его подлинность проверяют с помощью специального сервиса «Югра-Куар». В 15 из 16 гостиниц Ханты-Мансийска персонал прошел вакцинацию в полном составе, а учреждениям присвоили статус «Территория, свободная от ковида». Да, во время пандемии существуют особые меры. Мы просим гостя надеть маску, предъявить QR-код, желать наш госуслуг с официального сайта. И с помощью приложения «Югра-Куар» проверяем, поделен ли сертификат или нет. Благодаря таким мерам у нас свободная зона от ковида в гостинице. До конца текущей недели комиссия проверит оставшиеся пять гостиниц. Сейчас Ханты-Мансийск готовится к наплыву туристов. Это связано с традиционными новогодними мероприятиями в окружной столице. На данный момент гостиницы города в общей сложности готовы принять около 2000 человек и обеспечить им сохранность здоровья. Михаил Кичигин, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В «Югре» проходит новогодняя акция «Подари чудо детям». Ее главная цель – поддержать детей Сирии и Донбасса, проживающих на территориях, пострадавших в результате военного конфликта. Организатор – гуманитарный добровольческий корпус, штаб которого расположен в «Югре». Поддержать инициативу могут все желающие. Детям важно передать сладкие наборы и игрушки. Или нарисовать вместе с детьми рисунки открытки из далекой холодной «Югры». Сбор подарочных наборов продлится до 10 декабря. Подробнее об акции можно узнать по номеру телефона на ваших экранах. Уже на следующей неделе подарки отправят на территорию Сирийской Арабской Республики. Архивный диктант «Взгляд в прошлое» впервые проходит в «Югре». Диктант направлен на всестороннее изучение жизни и развития «Югры» и приурочен ко дню рождения региона. В рамках проекта жители «Югры» познакомятся с богатой историей округа, узнают об интересных людях, участвовавших в освоении и развитии этой территории, а также о возникновении и становлении некоторых муниципальных образований. Подготовка к этой акции шла в течение нескольких месяцев. Работники городских архивов «Югры» и просто заинтересованные жители написали 18 исторических очерков. Работы подкреплены официальными архивными данными и фотографиями. По этим очеркам составлены интересные вопросы, всего их 20. Принять участие в акции можно до 11 декабря в режиме онлайн на сайте Государственного архива округа. «Больше направлено на то, чтобы заинтересовались жители округа историей каких-то небольших предприятий, каких-то памятных мест, каких-то событий, которые происходили по освоению нашей территории, по ветеранам округа, по каким-то знаменитым работникам, труженикам нашего округа. Очерки очень занимательные, познавательные. И действительно, мне очень понравилось участвовать в этом проекте. Я уже бланки заполнила и вот жду, когда отправлю». В Кагалыме стартовал 19-й фестиваль отечественного кино «Золотая лента». Традиционно это большой концерт звезд, кинематографа, а также внушительная программа показов. Они запланированы на пяти площадках. Зрители смогут увидеть премьеры художественных и документальных фильмов, ретро-показы. Кроме того, их ждут творческие встречи с актерами и режиссерами. На этот раз в Кагалым приехали заслуженные артисты России. Андрей Чубченко, Тимофей Федоров, Игорь Карташов, Наталья Харахорина, Лариса Шахворостова. Режиссер Андрей Богатырев и другие. Надеюсь, что данный фестиваль взбодрит наших зрителей, даст им время немножко отдохнуть, задуматься о чем-то, подумать. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok